Строили, строили, но так и не построили. Полигоном твердых бытовых отходов Чувашии занимаются уже три года. Как продвигаются дела, сегодня посмотрела глава республики Михаил Игнатьев. Огромная площадь, практически не видно пределов. Касается это не только территории, но и окончания работ. За строительство современного полигона для мусора изначально взялась уже скандально известная фирма «Парнас». Нынешнему подрядчику работы приходится не только доделывать, но и переделывать. Тем не менее, с мертвой точки сдвинулась. Идет завершение работ по первой карте. Работает техника по устройству дренажей и дальнейшей отсыпке песка, чтобы с последующим проложить изолирующий материал. Работа сдерживается. Здесь осталась тень «Парнаса», не хватает песку. Сейчас будет решаться вопрос. Буквально в ноябре месяце решение суда по неустойке за несвоевременное выполнение работ. Вот миллион четыреста взысканно с «Парнаса». Будет у нас паривать, скорее всего, наверное, это решение. Суды судами. Кто бы ни был виноват, начатое дело нужно закончить. Причем как можно скорее, отметил глава Чуваши. Так, к примеру, дорога к полигону в объезд Новочебоксарск уже готова. Нет вопросов. Мы с этой площадкой уже занимаемся... Сколько лет? Три года. Десятого года. Три года. Город Чебоксары, Новочебоксарск, Минприроды, Чебоксарский район, соответственно. Понятно, вопросы земельные, не простые вопросы. Действительно, кроме «Парнаса» ведутся судебные разбирательства с еще одним подрядчиком. На этот раз спор насчет земельного участка под строительство мусоросортировочного завода. Был объявлен городом Чебоксары аукцион на право строительства мусоросортировочного комплекса. По технологии, соответственно, было расписано в техзадании. Здесь победителем был Патрам Че, но он не выполнил своих обязательств. Соответственно, был расторгнут с ним контракт, но до сих пор идут судебные тяжбы с ним. Если нынешние подрядчики к своим обязанностям подойдут ответственно, а вопросы с предыдущими в ближайшее время удастся решить, то в следующем году полигон заработает на первом этапе, то есть начнет принимать мусор. Тогда объявит конкурс для инвесторов, которые продолжат строительство. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин